Волгоград готовится к празднованию своего 423 дня рождения. Почти сотня мероприятий на любой вкус и для любого возраста развернется на 15 площадках областного центра. Главные по традиции пройдут на аллее героев, площади павших борцов, верхней и нижней террасах набережной. В течение двух дней волгоградцев и гостей города ждет насыщенная праздничная программа. Это и ставшие уже традиционными парад молодоженов, ярмарка местных товаропроизводителей, различные выставки рисунков и фотографий. Но будут и новшества, обещают организаторы. Например, Парнас под открытым небом. Так называется литературная гостиная, которая раскинется от фонтана искусств до храма Иоанна Претечи, и где известные писатели и поэты будут знакомить жителей со своим творчеством. Еще одна изюминка празднования дня города – необычный синий троллейбус, который побежит по Волгоградским улицам. Этот троллейбус будет, в нем звукоаппаратура есть транслирующая в троллейбус. То, что будет говорить, выступать, петь, читать стихи. Аппаратура, которая транслирует на улицу. На троллейбусе стоят звуковоспроизводящие, так называемые, колокола, такие вот колонки. У нас есть договоренность с Муниципальным музыкальным театром, что ведущие солисты, артисты будут рассказывать о своем творчестве, будут исполнять что-то под минусовую фонограмму. Завершится празднование дня города в воскресенье 9 сентября выступлением певицы Аниты Сой и праздничным фейерверком.